Доброе утро, дорогие гости! Розария попросила мне рассказать о нашей организации в Монголии, которые не работают, но хотите не рассказать, я хочу немножечко рассказать о моей стране, потому что нужно это увидеть своими глазами. Ну, вы помните, да, географию, и вы знаете, как она выглядит. Она не такая уж большая страна, да, по территории, примерно, наверное, немножечко больше Украины, но у нас есть одна особенность нашей страны, которая, как бы, специфика нашей страны. У нас только два соседа, и они гиганты, Китай и Россия. И у нас нет выхода на море, на океан. То есть, вот такая особенность географической нашей страны. И население, расскажу еще немножко по цифрам, да. Я просто справлюсь с нашими партнерами, которые входят в наш рынок Евразии, чтобы вы наглядно увидели, сколько людей живет, да. Население России, как вы видите, 146 миллионов, население Украины 46 миллионов, и население Монголии 3 миллиона. Средняя зарплата Монголии 350-400 долларов, да, месячная зарплата. И примерно 50% населения, дети, до 18 лет. То есть, очень ограниченный, так сказать, доступ к покупателям, так сказать, чтобы продавать продукты, да. Ну вот, чтобы люди подписывались легально. Ну вот, и я расскажу немножко тоже предысторию, как наша организация начала работать в 4LIFE. Когда впервые стал вопрос о открытии Монголии, наше тогда руководство Евразии сказало нет. Какая там Монголия? Тогда еще население было 2 с чем-то миллиона людей, сказали, Монголия 2 миллиона, так у нас Армении 3 миллиона. Так лучше мы откроем Армении, чем Монголию. Был вот такой ответ. И мне было обидно. И тогда вот была первая конвенция в Оланда. И, к моему счастью, наше руководство в Евразии уехало в какой-то отпуск, и я осталась одна. И нужно было делать приглашение для конвенции. И к моему счастью, вот Джефф был наш босс. И я подошла к нему, говорю, вот наши монголы хотят приехать на конвенции. Вы можете подписать приглашение? И он писал. И вот это стало началом нашей сотрудничества с Монголией. И вот наша сейчас фонд Интернешнл Аюма с ее группой 5 человек, они вместе 6 человек, приехали впервые в Орландо. И, конечно, здесь большая заслуга ее спонсоров, Ларисы Муратовой и Марины Альяевой, которые так добивались, чтобы открыли этот рынок. Но, конечно, когда мы начали работать в Монголии, было очень много проблем, потому что поставок в страну не было. поставлялись только через Россию, и продукты только с российскими этикетками. Ну, так как вы знаете ситуацию, да, вот у вас та же, да, если вы видите этикетки страны, которые, ну, так сказать, сложные отношения у вас, так люди это воспринимают не очень хорошо, да. Поэтому у нас монголы, когда видели продукты с русскими этикетками, и говорят, а почему американская компания, а этикетки на русском языке, как-то непонятно. Вот они первые вот несколько лет, они возили на себе, так сказать, продукты из России и Монголии. Так что проблем было очень много. И вот она начала, Аюма начала работать там, и одиннадцатый год был пиком, когда их работы. Кто был на Бали, знает, что в одиннадцатом году на гриве Скейпа было 120 монголов. Вы представляете, да, эту цифру? Сколько было монголов? Ну, как мы вчера еще говорили, что есть и взлеты, и падения. Но потом настало время, когда рынок сказал, нет, мы не понимаем. Русские какие-то этикетки, какие-то, как-то непонятно, что-то тут не так, да. И люди ушли в нее. Две ноги ушли, и у нее буквально осталась вообще ее ветка, ее дочери, которая под ней была подписана, и вообще распалась, так сказать, организация. У нее началась вот эта купа, потом и была стагнация. И потом, вот я сказала, что спасибо и Исааковым, и поддержке Марина Ряевой, и самой Аюме, что она все-таки добилась поставок из США. Это был первый шаг, что она сделала, чтобы... Она, юрист по образованию, сказала, что монгольские граждане не должны платить налоги в своей стране, и вот она добилась этого. И поставки из США, она платит из своего кармана. Здесь компания не вмешивается. То есть она через DHL, компания, которая была наша компания, это очень дорогие поставки. Вы, наверное, представляете, люди, которые занимались поставками, вот это, в сегодняшний день, она платит из своего кармана поставки из Шнадаюта, из нашей компании. И мы делаем сейчас примерно где-то 3 поставки, наверное, в месяц она делает. И она первое время, когда видела, что на разных рынках работает разные промоушены, она просила всегда промоушены, сделайте нам такой промоушен, такой промоушен. Но поняла, что есть у нас ограничения, да, где мы можем делать, как компания, промоушены, и где их нет. И в общем, она стала делать свои промоушены. У нее сейчас прекрасные промоушены, они немного похожи на наш премьер-клуб, она элитный клуб, у нее есть несколько промоушенов на региональном центре, и продуктовый промоушен у нее есть, и клубный промоушен, да, когда ты входишь в состав клуба на равных уровнях. Также, она, конечно, добилась очень многого насчет бонусов. То есть каждый монгольский дистрибьютор должен был открыть счет в банке. А это в Монголии очень трудно, потому что не каждому... В Америке это очень легко. Ты ходишь в банк, и тебе открывают, ты показываешь свой документ, и сразу открывают банковский счет. В Монголии это не так. Ты должен показать доходы и так далее. То есть еще долларовый банковский счет еще труднее открыть. Но в общем, она добилась и от того, чтобы каждый человек, который хочет получать бонусы, должен открыть банковский счет. И мы договорились с компанией, что мы будем перечислять их бонусы наших дистрибьюторов на банковский счет. Ну и первое время тоже вот она хотела вот такую информацию, эту информацию и так далее на монгольском языке. Но вы понимаете, когда... Ну развивающий рыб, мы ее в компании так называем, когда объемы маленькие, мы просто не можем всех обеспечить материалами на родном языке, потому что у нас очень много рынка. И тоже она поняла, что ей нужно здесь вложиться. И когда мы были с Тайлером в Монголии, мы увидели ее офисы, она наняла маркетолога, она наняла график дизайнера, специалиста. И где-то 20 с чем-то лет, да, ребята? И такие толковые ребята, они все делают в офисе. И даже видеограф, кажется, был. Специалист, она нанимает видеографа специалиста тоже. То есть это не люди просто, которые в офисе работают, какие-то люди, которые просто на таком помогают. Нет. Ну, экономический кризис. Это тоже такое большое препятствие. У нас в наших странах, когда рубль упал в России, это сразу, так как мы, я сказала, у нас такие два гиганта, соседей, она сразу повлияла на экономику Монголии. Мгновенно. И у нас тоже случился кризис. То есть он тоже сейчас продолжается. Монгольский турник тоже упал. И стало очень сложно работать, потому что в России у нас решили эту проблему, потому что огромный рынок, а в Монголии продукты сейчас очень дорого стоят. То есть она удвоилась в цене. Ну, я уже говорила, что какая зарплата средняя у монголов. И продукт сейчас стоит где-то 90 долларов. А против больше 100 долларов. Так что вы представляете, да, 300-350 долларов, 400 долларов. Это не у всех, конечно. У многих людей 200 долларов, которых я знаю. И представляете, продукт стоит 90-100 долларов. Так же вот цены по продуктам я сказала. И вот я хочу просто наглядно показать Россию и Монголию по рангам. Сейчас вот нынешние данные, включая, ну, 17-16-17-й год. Я расскажу, почему это случилось. Просто я хочу показать даймондов, да, вы видите, какие цифры, да. Вот это, это очень важно. Даймонды. Даймонды – это основа нашего бизнеса. Когда люди становятся даймондом, мы видим будущее нашего бизнеса в этой стране. И вот сейчас, ну, президенты интернешнл – это уже лидеры. Это серьезные лидеры. Поэтому вот эти цифры многое говорят, что люди занимаются бизнесом. Я скажу, какая разница между Россией и Монголией, да. Россия больше потребителей, в Монголии больше бизнес-строителей. Я вам сейчас скажу, почему вот в чем секрет успеха монгольской организации. Когда я уже сказала, я вам говорила, что был упадок, да, и была потом стагнация, и вот одержалась долго, люди ушли и не приходили. Потому что пришли, в Монголии пришло очень много других сетевых компаний, и все побежали делать деньги там в других местах. Но продукт покупали, потому что продукт все-таки любили, да. И вот Юма решила, ну, поинтересовалась, мы с ней, когда были на Гридискибе, мы подходили к каждому Голду и спрашивали, почему вы вот здесь, вот как вы пришли к этому, в чем секрет вашего успеха. И каждый год рассказывал свою историю. Ну вот, и так как вы знаете, что большая часть нашей нашей компании это испаноязычные рынки, это Латинская Америка, и там очень успешно работает у нас организация I&T, Эрменины Невареса, и вот, и он, и вы знаете, да, когда вы бываете на конвенции, какая это мощная организация. Вот она это увидела и поняла, что вот есть, что перенять у этой организации. Вот она создала такую команду ILP, по-английски International Leaders Team, по-русски команда международных лидеров. В чем заключается вот, что они сделали? Когда она создала вот эту команду, она сделала тренинг, который учит людей стать успешными, быть лидерами. То есть это как-то я бы сказала, привлекла молодежь. Я вам вот вчера это я сделала фотографии с Facebook, у них есть, не видите, join групп, и там 527 members, да, то есть 527 членов и это руководящая группа их команды, то есть их 500 членов руководителей, то есть лидеров, не тех, которые только пришли, членов команды, да, то есть вот это, это закрытая группа, то есть я не могу зайти туда, и вот они начали работать в вузах со студентами, потому что молодежь, ну, в сетевом бизнесе в основном у нас вот так, в основном люди моего возраста, да, молодежь не приходит, и вдруг они видели, вот, в Латинской Америке, что очень много мужчин и очень много молодежи, вот то, что они сделали, они вышли на связь со студентами, даже в школах, да, и вот они организовали вот такие школы, тренинги, как быть успешным, как быть лидером, и вот, ну, еще они использовали имидж, я не знаю, то же самое, наверное, в Украине, имидж, это все в Макболии, как ты подаешь себя, как ты выглядишь, это очень важно, поэтому, я вчера говорила, что наш спортсмен, так сказать, национальный бюро Макболии, они попросили его стать, чтобы он принимал наши продукты, и у него хороший успех с нашими продуктами, понимаете, когда вот такой спортсмен представляет нашу компанию, у них офис в центре Уламбатера, в очень престижном здании, и очень красивый офис, когда вы зайдете, вы подумаете, что это офис компании, не оригинальный центр, очень красиво все сделано, и вот это очень многое значит для моих соседчинок, когда они видят такой имидж. сейчас скажу, что вот это интересно, просто я показывала в Болгарии его видео, я не буду сегодня это показывать, просто интересно, что не только молодежь приходит, но и пенсионеры, ему затем свеж, наш international diamond и у него интересная история, вот в видео он рассказывает, что он на пенсии был и не знал, что делать, потому что чувствовал энергию, сил, но не знал, что делать, вдруг ему повезло, и он познакомился с группой for life нашей командой в Монголии, и вот у него изменилась жизнь, и он начал зарабатывать больше денег, чем его дети, которые были айтишниками, то есть это тоже не такая профессия, так всегда, да, и вот так что его дети уже ушли с работ, и уже сейчас в его команде, и вот это тоже один из лидеров в Монголии, молодой человек, работал в налоговой организации в Монголии, там тоже неплохие деньги зарабатывал, но вот тоже пришел, и его тоже изменила жизнь, я вам просто покажу на примерах, и он тоже в видео показывает наглядно, как у него жизнь изменилась, вот эти видео очень красиво сделаны, как раз она вот как бы вливается в ту компанию, которой мы сейчас в компании работаем, живи по-новому, да, вы начали эту компанию, про Платину, сделали несколько хороших видеороликов, и они вот как раз вот если ну ладно, вот как раз очень органично вливаются в эту компанию, и вы если пойдете на IELT или на странички этих лидеров, вы увидите, что каждый лидер Монголии сделал такое видео по себя, на профессиональном уровне, когда ты приходишь и смотришь, что какие люди, какая у них жизнь была, какая стала, естественно это притягивает молодежь именно, потому что вы знаете, что молодежь всегда на телефоне, да, они смотрят. Мне интересно рассказать про этого парня, я когда была в Монголии, вот просто что-то смотрела на телефоне, вдруг увидела интервью на монгольском телевидении его, и он рассказывает про себя, а потом уже на нашем репиасе он тоже рассказывал, что это студент, когда был студентом, он увидел, как Форлайфице работает в Монголии, и видит, люди выходят красиво одеты, во-первых, выходят на сцены, и так разкованно разговаривают со сценой, делают презентации, и так далее, а он был простым студентом, и как разу он думал, что делать после окончания университета, да, и он это увидел, и его это подтянуло, и сказал, я тоже хочу быть таким, я тоже хочу выступать со сценой, я тоже хочу быть так, и быть успешным, и вот он говорит, я так боялся, дрожал, говорит, когда выступал перед людьми, когда первый раз вышел, говорит, у него уже пропал там голос, говорит, не мог выступать, вот он обучался в УАЮ, и в его оригинальном центре, когда молодежь приходит, учится говорить со сцены, выступать, делать презентации, и вот видите, он стал президентом Даймонда, и Тайлор видел наглядно, как он раскованно выступал со сценой, то есть это за два года человек изменился и вообще неузнаваемый стал. Я хочу просто сказать так же про имидж, я говорила, как ребята были одеты, мы тоже это отметили, когда мы были в Ванголии на мероприятии, все как красиво были одеты наши дистрибьюторы, вот вот это было у них на выгодной мероприятии, вот фотографии, наглядно говоря, вот эти девушки, вот как они одеты, вот это тоже один из мероприятий, бабочка, ребята, вот так, видите, сколько молодежи, им некоторые 18, 20, 25, вот до 30, вот такая молодежь. И что еще у них, что они создали, это не только вот успешный тренинг, который, ну, они учатся бизнесу и быть успешными, но также они создали трансформ, трансформации тела тоже. То есть они проводили время вместе ездят в горы, занимаются спортом и это они поехали на Байкал, тоже я с Виспутка взяла вот это, то есть я буду, я, когда я показываю, это разные ветки организации, да, многие, это одна организация, вот они так собираются, а вот это другая организация, недавно она стала International Diamond, там прекрасно кризи, она закрыла, теперь она наверху, и вот это ее организации, вот вы видите, сколько они проводят время вместе, да, вместе отдыхают, вместе в спортзал ходят, и вот каждую субботу, воскресенье они занимаются спортом и зимы горы, вот, тоже вот недавно была просто зима, поэтому зимние фотографии видите, да, и вот когда вы видите такие фотографии, вот такую энергию, вот вам же хочется быть частью этой группы, да, я так думаю, что нам иногда не хватает общения, я так думаю, поэтому когда наши ребята видят, что вот какие они успешные, какие они счастливые, да, вот видите, это другая структура, это наша Инфеденшн Таймент Нарун Туя, это ее организация, вот, вот они вместе проводят время, вот так, а это вот видите, да, на 31 мая они вот приглашают на зумба партии, то есть они вот сколько всего делают, да, и вот здесь это другая организация тоже приглашает на трансформацию тела, это они устраивают конкурс, и каждый устраивает мы, как компания устраиваем конкурсы, и они сами тоже устраивают конкурсы, вот там уже победитель этого конкурса, первое место, там пишут, ну, здесь не очень видно, но сколько она скинула килограммов и так далее, то есть все это вот то, что они делают на социальных сетях, что видите, да, вот здесь тоже другая программа идет, трансформ 5, это тоже программа другой организации, и они говорят, что первое место вы получите, вы видите, второе место, то есть они сами все это устроят, вот другая организация трансформ, здесь призывают, начните изменение себя, трансформацию и преображение себя, вот, и вот в прошлом году Айума подтвердила свой ранг Болт. Как вы знаете, кто ранги, это очень трудно подтверждать свой ранг, тем более ранг Болт, его не даст мне собрать, как это сложно. И вот в такой маленькой стране, где столько сложностей, экономический кризис и так далее, она создала вот такую удивительную организацию, вот здесь мы были летом в июле прошлого года, нам сказали, что будет 300, 200-300 человек сказали, а зал на 400 людей стояли, вот так собрались столько людей. Так что я думаю, что вот что она сделала, ну мы в России тоже перезагрузка, да, то есть уйти из того, что было, она создала, да, Аюма создала основу, базу, это было время лечения, время работы с врачами, она это сделала, но потом она решила, что делать бизнес, чтобы быть успешными, нужно строить такую организацию дружную, которая будет работать совместно, и чтобы у них одинаковые цели были, и был бизнес, а не заниматься только лечением, как будто тело закончат. Так что я вам желаю успеха, может вы услышали что-то полезное для себя, я надеюсь. что-то